Всем добрый день, друзья! На связи Денис Телегин. Сегодня расскажу о том, какую краску лучше выбрать для покраски стен и потолка. Так как мы занимаемся ремонтом квартир, соответственно и видео будет о тех красках, которые применяются для внутренних работ. А это, как правило, краски на водной основе, водоэмульсионные и вододисперсионные. Водная эмульсия — это дисперсная система, которая состоит из микроскопических капель жидкости, распределенных в другой жидкости. Эмульсия может быть образована двумя не смешивающимися друг с другом жидкости. На примере краски — вода и акрил. В результате получается акриловая водная краска. Между водоэмульсионными и вододисперсионными красками нет практически никакой разницы. Как я уже сказал, водоэмульсионная или вододисперсионная краска состоит из двух жидкостей, которые не смешиваются друг с другом. То есть это вода и какие-то полимерные частицы. В данном случае вода не дает этим полимерным частицам склеиться. И только после того, как мы нанесли краску на стену или на потолок, вода испаряется. И вот в этот момент полимерные частицы склеиваются между собой и создают защитную пленку. Но следует помнить, что данная пленка должна набрать свою прочность. То есть, к примеру, у нас акриловая краска, которая заявлена как влагостойка. Мы нанесли ее на стену и дали ей настояться в течение месяца. И только после месяца эту влагостойкую краску можно протирать влажной тряпкой или губкой. Очень важными свойствами для краски является влагостойкость и паропроницаемость. Что такое паропроницаемость? Грубо говоря, это способность краски дышать. К примеру, мы заштукатурили стену гипсовой штукатуркой, зашпаклевали, наклеили стеклохолст и покрасили. Но мы форсировали события. В штукатурке осталась влага. И если краска паропроницаемая, то избытки влаги просто пройдут сквозь нее и выйдут наружу. А если краска не паропроницаемая, она создала на стене пленку. Влаге деваться некуда и под этой пленкой образуется плесень. Влагостойкость также очень важное свойство для краски, особенно для той, которая используется для покраски стен. То есть, если потолок не подвержен влажной уборке, то стены наоборот. Они могут легко загрязниться грязью, пылью или банально на них что-то могут нарисовать дети. И для того, чтобы это все со стен удалить так, чтобы не повредить краску, она должна быть влагостойкой. Итак, для того, чтобы покрасить стены или потолок в квартире, используют следующие виды красок. Это силиконовая краска, это акриловая краска, это виниловая краска и латексная. Виниловая краска или краска на основе ПВА, поливинилового цитата, последнее время теряет свои позиции. Потому что, во-первых, она не обладает хорошей влагостойкостью, а во-вторых, не обладает паропроницаемостью. Латексные и силиконовые краски обладают очень хорошей влагостойкостью, поэтому их обычно используют во влажных зонах, а это, как правило, санузел. Причем красят не только потолок, но и стены. Причем, как у заявленного производителя, эти краски еще и обладают хорошей паропроницаемостью. Плюс за счет своей текстуры они могут заполнять какие-то небольшие порезы и трещины на стене. Однако у таких красок есть и свой недостаток. К примеру, мы покрасили латексной или силиконовой краской стену, которая была плохо загрунтована. И от этой стены, плохо загрунтованной стены, эта краска может отойти пленочкой. Или, к примеру, мы заклеили какой-то элемент или какую-то деталь малярным скотчем. Краска попала на малярный скотч, мы начинаем скотч удалять, и он также начинает тянуть за собой эту краску пленкой. И последний вид краски, на мой взгляд, самый популярный и востребованный, это акриловая краска. Она обладает очень хорошей паропроницаемостью, а также влагостойкостью. Но следует помнить, что прежде чем протереть стену влажной тряпкой, необходимо дать акриловой краске набрать свою прочность. А это, как правило, занимает месяц. Вот на этом видео мы будем красить стену аппаратом безвоздушной покраски. Использовать будем акриловую краску итальянской фирмы Oikos. Она разводится водой, так же, как и любая краска. Но добавлять лучше питьевую или дистиллированную воду, а не воду из-под крана. Потому что в воде из-под крана есть хлор, который негативно влияет на цветовую гамму. А также приводит к тому, что краска быстро плесневеет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, друзья, в завершении скажу, что обычно стены и потолок мы красим акриловой краской. Ну а латексную или силиконовую мы используем во влажных зонах. На этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»